На базе Брестской спасательной станции номер один «Освод» дан старт молодежной акции «Зимний патруль». Мероприятие направлено на совместную работу «Освод» и БРСМ по профилактике безопасности на воде в зимний период. В ходе старта был проведен мастер-класс по приему самоспасения, когда человек провалился под лед. Показаны действия спасателей, также оказание помощи человеку, который провалился под лед, и проведение революционных мероприятий для человека, который оказался в беде. Я уверен, что такие занятия полезны, они пригодятся, потому что наша молодежь будет это доносить до рыбаков в ходе рейдовых мероприятий. На территории Республики Беларусь уже зафиксирована гибель троих рыбаков, которые провалились под лед. И, к сожалению, утонули. По Брестской области в городе Пинске спасен рыбак работниками Пинской спасательной станции, которые увидели, что рыбак провалился, и оперативно ему оказали помощь. Для бойцов молодежных отрядов работники «Освод» провели мастер-класс по самоспасению. Спасатели наглядно и пошагово продемонстрировали необходимые действия для человека, провалившегося под лед. Способ выбраться из полыни – это способ переворачивания. То есть, ложится руками на лед и пытается перевернуться, выворачивается из полыни. Ребята изучили правила безопасности на воде, различные способы эвакуации и спасения людей, а также основы правил использования спасательного оборудования. И, конечно, обязательным пунктом обучения были занятия по оказанию первой медицинской помощи при утоплениях и травмах на воде. Первое, что нужно, конечно же, вызвать спасателей, потому что в любом случае потребуется помощь у медработников. Значит, достать человека, согреть человека в холодное время – это очень важно. Согреть человека, напоить чаем. Если он, конечно же, в сознании, у него всё хорошо с пульсом, с дыханием, значит, просто его согреть, напоить чаем. Возможно, даже какие-то бутылочки с горячей водой, с тёплой водой положить ему к ногам, чтобы он согрелся. И успокоить. А дождаться приезда скорой, чтобы врач оценил ситуацию, что всё-таки с человеком всё хорошо. Если же у человека какие-то вопросы с сознанием, с дыханием, с сердцебиением, значит, нужно проводить реанимационные мероприятия. В случае отсутствия сознания, значит, проверяем дыхание. В случае отсутствия дыхания делаем искусственную вентиляцию лёгких. Если же отсутствует и сердцебиение, значит, делаем полноценную базовую реанимацию. Юноши с удовольствием участвовали в мастер-классах, ведь каждый из них добровольно вступил в отряд с одной целью – помогать людям. Мы пришли сегодня на акцию «Зимний патруль», где нам показали, как можно самому выбраться из воды, когда ты попал под лёд, либо же, как в этот момент работают спасатели от свода. Все эти навыки помогут нам в рейдах, которые будут проходить зимой. И сам я никогда не сталкивался с этой проблемой, и надеюсь, что никогда тоже не столкнусь, и не придётся никого спасать. Ну, я, конечно, надеюсь, что мне эти навыки не понадобятся. Надеюсь, что люди будут с головой думать, когда подходят на воду. Ну, для опыта того, чтобы знать, как правильно подходить к воде, как реанимировать, если что, это, конечно, полезно. Ну, и, конечно, если надо будет помощь какая-то от МОП Баргату, то, конечно, мы будем помогать. Учения – часть комплексной программы подготовки молодёжных отрядов к чрезвычайным ситуациям. Они направлены на формирование ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности других людей, а также способствуют развитию командного духа и сотрудничества среди бойцов молодёжных отрядов. Василина Вускевич, Андрей Щерова, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.